Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает Лападом. И сегодня речь пойдет об очень веселой книге. Даром, что она написана про науку, про археологию, историю и смежные дисциплины. Про научную, академическую, в кавычках, сейчас поймете, почему в кавычках, жизнь. И написана настоящим ученым. Это Валентин Ваврентьевич Янин. Один из, я бы сказал, очень известных специалистов-археологов. Его действительно упоминали, когда я еще учился на филфаке, заметьте, а не на истфаке в Вологодском университете. А я никогда не отличался каким-то исключительным кругозором. И, в общем-то, я не особо интересовался научными дисциплинами. Нам это, по идее, было чуждо. Потому что я, например, никогда не был, к стыду своему и сожалению, в Великом Новгороде. Не был на археологических раскопах знаменитых, которые подарили нам, как Атлантиду, неоткрытую и неизведанную. Вот эту вот эпоху и эту культуру берестяных грамот. Ведь в чем суть вот этих вот почерневших, крохотных кусочков бересты, которые в слежавшемся в течение столетий говне находят. Извините меня, там археологический пласт состоит из навоза, чаще всего. Деревянные мостовые, навоз и почва. Вот. А пропитанная водой, она, это болотистая почва Новгорода, не давала доступ кислорода. И бактерии не могли сожрать вот эту древесину, да. То есть, она не разлагалась. Берестяные грамоты бесценны. Эти залежи, вот эти вот навоза, это называется по-археологически культурные слои. Это уникальная совершенно вещь, за которой охотятся историки и археологи всего мира. А в Новгороде она вот, здравствуйте. Там найдены грамоты, уже найдено, по-моему, 2000 их, по-моему, найдено. Нет, больше. Я путаюсь всегда в цифрах, но их много. И каждый из них это бесценный подарок. Потому что до нас дошло довольно много письменных источников, которые были написаны при монастырях, писцами, царскими, государевыми людьми или людьми, просвещенными высшего священства, они написаны на литературном языке, который очень сильно отличается от современного русского языка. Мы его непочтительно сокращали до аббревиатуры СРЛЯ. Современный русский литературный язык, когда учились, очень сильно от него отличаются. И очень сильно отличаются от разговорной речи. Вот эту разговорную речь, ее неоткуда взять вообще. На ней никто не писал, никому в голову не приходило тратить драгоценное время священными буквами. Вместо того, чтобы священное писание или патерик, значит, это предание о жизни святых переписывать, или какие-то другие важные тексты, это же было священнодействие, это было записывать какие-то вот эти бытовые вещи. А берестяные грамоты, это чаще всего, в абсолютном большинстве случаев, за немногими исключениями, это бытовая личная переписка. Люди писали так, как говорили. Иногда даже с руганью, не буду приводить пример, желающие найдут в сети. Люди писали совершенно разговорным языком, но с некоторыми поправками, потому что все-таки береста – это тебе не безразмерный файл в компьютере, это не тетрадь с сотней листов, там надо кратенько было излагать события. Но это говорит об очень многом. О тотальной грамотности. Грамотность была настолько высока, что она превышала процент грамотности в Европе, например, современной Новгороду, эпохи берестяных грамот. О том, что очень много было грамотных женщин, которые писали сами, они не диктовали слугам. О том, что грамотны были все, не только купцы и знатные бояре какие-нибудь, князья. Как раз князья-то иногда были наоборот. Короче говоря, это было... Потом это живая речь. Вот Янин как раз занимался много чем, в том числе этими грамотами. Я немножко описал вам, что это такое. К сожалению, Валентина Валентина еще нету с нами, он родился в 1929 году, и в 2020 его не стало. И вот вышла книга его воспоминаний о себе и о других. Она сильно опередила другие книги у меня в видеоблоге, потому что я не могу о ней не рассказать. Я ее открыл случайно, полистал одну страницу, вторую страницу, и все, пропал. Пока не прочитал, не остановился. Понимаете, в чем дело? Это неформальная история науки. Это как раз те байки, те несерьезные истории, зачастую очень несерьезные. Но зачастую, например, знаменитый археолог и историк, его звали Отто, не скажу кто, значит, вот стал фигурантом такой истории. Археологическая экспедиция, поставленная палатки, и вдруг оздается громкий женский голос из палатки, возмущенный Отто. Ну снимите, наконец, штаны, сколько можно? Отто, думая, что в его палатку не заглянет, представитель противоположного пола, видимо, с разрешения соседа, или с его молчаливого согласия, просто сушил внутри палатки белье на веревочке. Каждый заходящий упирался, значит, лицом в его штаны. Вот. И в очередной раз начальник лагеря зашла, и говорит, вот, снимите штаны. Вот, замечательно. Понимаете, да, эта история не про археологию серьезную. Но, с другой стороны, здесь есть такие нюансы. Есть, например, совершенно бесценная страница. Да, да, очень важное, важное очень замечание. Половина книги – это как раз связанный мемуарный рассказ о своей биографии, о своей научной работе. Он к этому паноптикуму не имеет большого отношения. Там очень много страниц, которые метко описывают и историю вот этих вот ныне ставших уже знаками. Там уже памятник, берестяной грамоте поставлен, да. Значит, когда все это начиналось? Первые послевоенные годы. Новгород, ни одной церкви с куполом. Все пожжено, все разрушено, да. Как спасение памятников, делорук самих памятников. То есть приезжают археологи, у них ни техники, ни людей, ничего. И вот все это на пустом месте начинают восстанавливать, музеифицировать, сберегать, исследовать, просто описывать, для того, чтобы потом будущее поколение ученых, следующее десятилетие, могли, наконец, все это восстановить, отреставрировать и раскопать. И вот начинается вся эта история. Это бесценные воспоминания о начале того, что сейчас мы знаем как одно из самых значимых мировых археологических открытий. Это наравне с древними памятниками. Новгородские грамоты берестяные, они еще тем важны, что они дают бесценный филологический материал. Это славянский язык того периода, о котором об устном языке очень мало сведений, да, очень мало текстов. В основном тексты богослужебные, это тексты очень кодифицированным, таким правильным языком написанные. И, в общем, мы не понимаем, как говорили и как чувствовали себя люди, да, носители языка живой. Вот благодаря Новгороду очень много. И это касается истории всех славянских языков, не только, значит, будущего русского литературного языка. Опять же, меня все время сносит на филологию. Но я этот дрифт аккуратно остановлю и расскажу вам вот все-таки о второй части книги, о мемориях. Значит, в файл мемор, значит, Валентин Валентинович, по словам составителей второпредисловия, блистательный рассказчик, начал заносить какие-то юмористические свои рассказы и байки очень давно, много лет это делал. Вот, у него есть отдельный цикл. Это в чистом виде такая буфонада. Это такой Мюнхгаузен, да. Пашутиана она называется. По фамилии Пашута, значит, это знаменитый тоже историк-археолог. Все это в целом напоминает литературную игру. Мы знаем, значит, примеры, да. Мы знаем в кругу себя Давида Самойлова. Это напоминает сборники баек, великолепно организованные и стилистически выстроенные. Например, изюм из булки Шандеровича, да. Вот, а это напоминает и студии. Отдельный жанр, в котором блистает, например, книга записей и выписки Михаила Леонидовича Гаспарова. Но больше всего, мне вот эта книга Янина напомнила другую книгу, она называется «Скромная. Прогулки по Европе». Это книга Андрея Анатольевича Залезняка, которому посчастливилось в середине 20 века, когда каждый второй был не выездной, а каждый первый под подозрением, поехать на студенческую практику, да не куда-нибудь, а в Сорбонну, в Париж, не в Сорбонну, простите, перепутал, в Париж, вот, и, значит, изучать там древние языки, включая санскрит, изучать там французский, изучать там историческое языкознание. И, конечно, это была уникальная для студента, уникальная судьба для советского студента. И, конечно, это был великий, гениальный, без всяких уже кавычек и преувеличений, Залезняк. И вот осталась книга его воспоминаний про гулки по Европе. И хотя там речь идёт о небольшом периоде, и речь идёт об очень специфических событиях, да, и впечатлениях, вот книга Янина мне напомнила, понимаете, неофициальная история науки. Это отдельная вишенка на торте, которая у нас есть в царстве мемуаристики, да, это отдельное наслаждение. Я не знаю, насколько значимы эти тексты для серьёзной науки, да. Мне кажется, значимы, потому что ни много, ни мало весь экран публиковал отрывки из воспоминаний Янина, вот эти вот байки о первой экспедиции в Новгород. Я уже говорил, да, о том, что сохранены уникальные истории, значит, страницы отечественной археологии, да. В сборнике, посвящённом столетию Арцеховского, да, тоже публиковались отрывки из воспоминаний Янина. То есть это оценено уже по достоинству. Суть в чём, понимаете, дело не в том, что учёные живые люди, они тоже то рассеянные, то любят пошутить, любят поприкалываться друг над другом, это понятно. А суть в том, что наука – это живой организм. Как только она костенеет в догматах, в окончательно устоявшихся, неразвивающихся теориях, в каких-то, значит, в чествовании, значит, идеализации каких-то личностей, да, вот, наука прекращает течение своё. Она – живой организм, живое растение. И вот такие книги, как книга Янина, показывают, насколько вот эта вот, казалось бы, сухая такая, ну что там, вот эти вот раскопки какие-то там, эти грамоты берестяные. Да я помню, какой праздник был, когда в моей родной Вологде нашли первую, единственную пока берестяную грамоту. Почва другая, там не сохраняется ничего. Много чего найдено, не подумайте. Вологда – это современница Москвы, 1147 год основания, вдумайтесь, да. Там очень много всего нашли, нового берестяных грамот. Вот, вот первую нашли, значит, это был большой праздник. Вот, всё-таки сохранилось. То есть они были очень распространены, их находят не только в Новгороде, естественно. И вот как раз Янин-то пишет о всём, о работе, о своих трудах, об этих самых грамотах, которых я вам уже, наверное, плеш проел, о коллегах, причём отнюдь не только историках и археологах, о международных экспедициях и всяких казусах, которые там происходили, о нравах в советской науке. Это отдельная тема, разговор слишком большой, в рамках этого рассказа он не помещается, да. Значит, о том, чего стоит веское слово учёного, да. О разных смешных случаях со студентами, да. Вот, например, тоже экспедиция археологическая, тоже палатка, и вдруг раздаётся голос, значит, девический такой, «Боже, неужели каждый день это мучение? Я не вынесу!» Ну, как бы, в первый день экспедиции, как бы, что ж там такое случилось-то? Ладно бы, там, гнус таёжный заедал, или там, все были голодны, или там, дождь слив проливной сутки. Нет, всё нормально, разбивают лагерь и так далее. Заглядывают в палатку, а сам девица залезла в спальник головой вперёд. Вот, конечно, мучение. Ой, ты такой, представьте себе эту картинку. Она представила, что ей так, сколько там длится экспедиция, месяц там, или вот, сколько ей так каждую ночь спать в этом спальнике. Вот, хо-хо-хо. Ну, и не хочешь, а засмеёшься. Книга великолепна. Это действительно очень-очень весёлое чтение. Но помимо всего веселья, которое вас ожидает, я, наверное, не самую лучшую историю выбрал. В общем, неважно. Помимо всего этого, за этой книгой стоит большая история науки. Настоящая, полнокровная, та самая, не казённая, где, может быть, не так много официоза, да, и вот этих вот наглядных побед таких, которые любят предъявлять, особенно к юбилеям любили у нас предъявлять в советской науке, вот. Но зато много живой мысли и живых обаятельных личностей, потому что вот второй раздел книги – это портретная галерея. Там как раз о очень многих учёных, о ком я вообще ничего не знал, кроме фамилии зачастую, а зачастую и фамилии не знал, да, что-то живое и такое совершенно неформальное и рассказанное. Иногда чуть-чуть обидное, да, иногда, значит, чуть-чуть ёрническое, но в целом это та самая живая жизнь, которой так не хватает иногда в сухой академической науке. Спасибо за внимание.